Здравствуйте! Сегодня я расскажу и покажу вам, как пишу натюрморт масляными красками. Честно говоря, я так подсела на гуашь в последнее время, что на масло и не тянула. Но я нашла в интернете натюрморт гелия коржева и вспомнила, что у мамы есть похожий чайник. Аж захотелось поставить что-то восточное. А так появился этот натюрморт. Из-за того, что гуашь светлеет и не дает глубины темных оттенков, теневые части выглядят жухло. А хотелось передать именно приглушенное освещение и общий густой калорий, поэтому выбор пал именно на масло. Начинаем с подготовки рабочего места и палитры. У меня тут в основном краски фирмы Ладога, есть марс черный в мастер-классе. Некоторые цвета беру в Лазурите, Ван Гоге и Арт Крейшене. Я старалась ограничить палитру, тут у меня белило, кадмий лимонный, кадмий желтый средний. Как видите, тюбик залежался и льняное масло осело. Его можно просто слить. Кадмий оранжевый, охра светлая, сиена натуральная, кадмий красно-светлый, краплак, окись хрома, бирюзовая, ультрамарин, голубая, кобальт синий, охра красная, бро натуральная и марс черный. Далее я подбираю кисти нужного размера под свой формат и задачу. В основном пользуюсь плоской щетиной. Иногда детали доделываю синтетикой или белкой. Как видите, черенки кистей грязные. Это мой косяк. Иногда на плюнерах не домывала и вот накопился налет. Неряшка, короче говоря. Со времен учебы пользуюсь вот такой подставкой для палитры. Очень удобная вещица, мне ее когда-то смастерил знакомый. В качестве разбавителя использую живичный скипидар, смешанный с отбеленным подсолнечным маслом холодного отжима. Иногда беру польский разбавитель без запаха. Скипидар продается в строительных магазинах, а масло самоотбеливаю. Смотрите, обязательно покупайте именно подсолнечное масло холодного отжима, если собираетесь сами отбеливать на солнце. Иногда это масло можно найти готовое в продаже на разных художественных платформах. Люблю больше писать на картоне, нежели на холсте. Поэтому использую листы ДВП, проклеенные в два слоя строительным ПВА. Если сильно прожухает работа, вскрываю домарным лаком. Или же пишу на разбавителе, в который уже добавляю какой-то лак. Там фиксатив или домарный. В общем, по ситуации смотрю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok